всем привет уже мои дачники садоводы и огородники сейчас уже бабушкина лето в разгаре жить это дня 4 идет дает возможность заняться садом огород огородом виноградником хочу снять видео о сентябрьской уже осенние обработки винограда то есть я уже немножко прочеканил виноградник то есть те тот прирост основной который хватанул у меня мельдию я оборвал теперь я собираю на основном приросте на листьях у меня появился аидиум лозы у меня чистенькие это классно я обрабатывал последний раз 14-го по моему было у меня есть видео на канале посмотрите я дам ссылочку поставить последняя профилактическая это была обработка меня вот и как я уже сказал прирост потому что мельдию оборвал и на листьях появился такой легкий пепельный налет аидиума пойдемте покажу так меня прошлое в прошлом видео упрекнули что я не показал близко пораженные листья после мельдию ну что показывать пораженные уже обработаны вот подсохла мельдию ну а вот видно вот смотрите пепельный такой налет вот он видно вот это уже аидиум и тут тоже мы видно немножко не перпендикулярная на косую посмотреть на лист сбоку этот пепельный налет видно ну как я уже сказал лоза смотрите лоза чистенькая вызвела начинающие виноградари конечно выбирают идут по пути наименьшего сопротивления выбирают сорта гибридные формы комплексно устойчивые то есть которые не нужно обрабатывать и укрывать вот я вас понимаю тоже с этого начинал но я вам покажу наглядно вот виктория виктория вы найдете загуглите виктория считается комплексом устойчивого ответимя пятной аидиума она считается комплексно устойчивая хорошо устойчиво от аидиума от мельдию и серых гнилей тем не менее даже такие сорта как тимур даже юпитер тоже считается комплексно устойчивым или морозостойким как и виктория все равно нужно обрызывать периодически бывает подхватывает она и мельдию и аидиум особенно если вам помогает в этом нелегком труде ратном добрые соседи конечно тогда приходится держать и ушки на макушке и оба глаза востро всегда смотреть и бдить где чего вашу загнило где какие пятна пятна аидиума вы уже знаете вот такой пепельный налет с изнанки лист чистенький у мельди наоборот здесь такое желтое лимонное пятно относительно листа в два раза светлее желтенько здесь такой паутинный такой налет мелкий мелкий паутинный но ассоциативно по-другому не назовешь вот чем отличается но и тем не менее даже такие сорта нужно обязательно обрабатывать для этого вот я уже возле виктории это она среднего среднем позднего сырек в каком регионе как она зазревает и перегружена или нет вот она среднего срока созревания перед обработкой естественно все ранние средние если у вас висят грозди срезать обязательно прочеканить стеканить лозы это вам уменьшит работу и сохранит сэкономите вы баковое смесь то есть пестицидовые химпрепараты то бишь вы сэкономите затем у меня я не я не буду вам советовать не скажу что делайте именно так как я я делаю так у меня осталось еще анюта она средне позднего срока я ее не буду ни продавать не есть сейчас я ее оставляю для себя от меня три куста в меру нагружены оставляю для себя любимого на новый год то есть будет она у меня не лежать в ящике сейчас и усыхать а висеть на кусту то есть питаться естественно от куста от корней всеми макро микроэлементами и солнышко набирать сахарок и мускат будет дополняться то есть это я не снимаю лозы я прочеканил как вам видно насколько это время насколько у меня получилось можно будет конечно еще до обрезать где-то до вызревшего вот сюда все равно такая длиннющая лозеняка 3 метра мне не нужна на шпалере вот ну как я уже сказал учитывайте я бы вам посоветовал фалькон но правда фалькон не продается в мелкой фасовке может быть 100 миллилитров может быть продается это очень один из лучших препаратов противоидиума затем очень неплохие показатели у скоро и топсин м значит идем по нисходящей 45 дней не надо верить всему что пишут в 40 дней 45 дней у фалькона срок ожидания учитывайте это очень хороший препарат как я сказал для лечения где-то выбирайте 5-6 миллиграмм на ведро воды для профилактики 3-4 миллиграмма достаточно используйте для этого мерный шприц 20 кубовый если не хватает в бутылочку попасть добавляйте хоботок с капельницы и вам будет счастье дальше топсин м 30 дней там 28 ну 30 дней срок ожидания очень хороший препарат он многофункциональный много целевой получается он от аидиума серогнили и вроде бы как бы акарицид вот есть разные мнения но не отрицаю что не акарицид вот уже хорошо скоро срок ожидания 20 дней что уже хорошо можно уже варьировать по срокам ожидания можно подбирать какие кусты с каким набором гроздей вот как у меня и относительно анюты вот как можно выйти из положения как отобрать срок ожидания для своих кустов в борьбе против аидиума вот ну если вдруг у вас к примеру есть еще поздние кусты то есть поздние кусты позднего срока созревания молдова допустим red globe или другие подобные я всех сейчас не упомню их очень много вот то можно еще допустим поскольку куст по умолчанию еще кормят грозди еще не созревают искус рабочий и лист рабочий соответственно значит теоретически и в принципе практически можно подцепить легко можно подцепить и мельдио значит можно добавлять баковую смесь к вышесказанным препаратам пестицидом еще и против мельдио ну это медиан экстра это контактник можно он работает по 20 дней я думаю вполне достаточно для климатической зоны для пятой климатической зоны ну и 4а б возможно тоже подойдет южным и вообще сам бог велел подпаивать подкармливать кусты немножко рановато я бы вам порекомендовал немножко погодить относительно моей климатической зоны 5b центральная украина полтавская область промышленный город кременчук я обычно подкармливаю делаю ямы вокруг куста 2 2 или 4 симметричные где-то 7 метров 70 от головы куста что такое голова куста и почему я заостряю на это внимание как оказывается есть еще люди которые не знают что такое голова куста вот голова куста вот откуда начинает расти из земли сам куст вот это голова куста 70 сантиметров туда-сюда лучше 4 ямки сделать крестообразно чтобы поместилось копать на полтора штыка глубь поместилось ведро каждую я лучше всего я уже несколько раз говорю на первом месте конечно считается признанным лидером это конский перегной потом коровий некоторые называют говяжий потом свиной ну и потом уже все такое другого мелкого скота домашнего ну и куриного считается очень такой ядерный поэтому я настоятельно рекомендую ребята вам перед самым укрытием виноградных кустов прокопать ямку полтора то и два штыка ни в коем случае не поливать не заливать воды ни в коем случае иначе попечете корни и пускай закопать и пускай потихоньку талая вода снег будет таять он будет проходить постепенно перманентом будет впитываться в корни около корневую зону питания самого куста вроде бы как бы и все хочу вам пожелать поменьше болячек на ваших садах и огородах хороших урожаю подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик если вы еще не подписаны чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео всем пока вот такой вот запас у меня есть это топсин М как я говорил медиан экстра контактник фалькон скор и топсин М это системники относительно винограда топсин М фалькон и скор от аидиума относительно деревьев персика допустим это клестероспариоз вот эти вот три клестероспариоз какомикоз курчалость и мучнистая роса на персике то есть вот четыре вот такие препараты которые на данный момент у меня сейчас актуальны на моем садовом участке ну и естественно моя самодельная вынималочка доставалочка из бутылок с хоботком двадцатикубовый медицинский одноразовый шприц вот так а я так да на хор в Продолжение следует...